Всем привет! Меня зовут Наталья и я рада вас приветствовать на своем канале Вкусно Просто Быстро! Сегодня я хочу предложить вам приготовить очень вкусный шоколадный торт без выпечки. Торт очень нежный, имеет насыщенный шоколадный вкус с приятной ноткой аморетто. Данное количество ингредиентов рассчитано для торта размером 15,5 на 22 см, высотой 5 см и весом 1,1 кг. Давайте приготовим! Сразу приготовим пропитку для печенья. Заварите 100 мл крепкого сладкого кофе. Я к 80 г или мл горячей воды добавляю 2,5 ч.л. растворимого кофе и 2,5 ч.л. сахара. Добавляем 90 г или мл жирного молока. У меня молоко с жирностью более 3%. В принципе, чем жирнее молоко, тем вкуснее. И 60 г или мл ликера аморетто. Перемешиваем и оставляем на столе. Пропитка должна быть комнатной температуры. Приготовим крем. 50 г сливочного масла. Для удобства я нарезаю его небольшими кусочками. Добавляем 270 г или мл жирного молока. Разогреем все вместе до горячего состояния в микроволновой печи или в сотейнике на плите. Сливочное масло должно полностью раствориться. В горячую смесь высыпаем 250 г измельченного темного шоколада с содержанием какао 50-55%. Высыпаем так, чтобы шоколад был полностью покрыт молоком. Подождем пару минут, чтобы шоколад растаял и хорошо все перемешаем венчиком до однородного состояния. Если масса недостаточно горячая и шоколад плохо размешивается, ее можно немного подогреть. Переливаем шоколадную массу в глубокую чашу. Чаша обязательно должна быть глубокой, так как сначала при взбивании шоколадная масса будет распрызгиваться. Ставим чашу в кастрюлю с ледяной водой и начинаем взбивать на небольших оборотах миксера. Когда крем начнет густеть, начинаем постепенно увеличивать скорость миксера до максимальной. Чтобы крем не разбрызгивался слишком сильно, скорость увеличиваем постепенно. Время взбивания крема может занять от 7 до 8 минут, в зависимости какой мощности у вас миксер. Готовый крем полностью застынет, увеличится в объеме примерно в 2-2,5 раза, посветлеет и станет воздушным. Готовый крем сразу уберите с ледяной воды, чтобы он больше не застывал. Отложите 2 столовые ложки крема, этим кремом в конце обмажем бока торта. А пока накроете его пищевой пленкой, уберите в холодильник. Для основы нам понадобится 30 штук бисквитного печенья савоярты. Сформируем торт, приливаем пропитку в глубокую тарелку. Обмакиваем печенье в пропитке и выкладываем одним слоем на тарелку. Долго пропитывать не надо, просто быстро промахните печенье с двух сторон и дайте стечь пропитке. Печенье пориское, оно очень быстро и хорошо вбирает влагу. На тарелку устанавливаем разъемную форму и ацетатную пленку. Делим крем на 3 части и равномерно покрываем печенье 1 третью частью крема. На крем в один ряд вкладываем пропитанное в пропитке печенье. И равномерно покрываем печенье 1 третью частью крема. И таким же образом формируем третий ряд из печенья и крема. Крем равномерно разравниваем, накрываем торт пищевой пленкой и убираем в холодильник пропитаться и стабилизироваться минимум на 5-6 часов. Можно приготовить торт вечером и убрать в холодильник на ночь. Охлажденный торт освобождаем от формы и ацетатной пленки. Обмазываем бока торта ранее отложенным кремом. Растопите в микроволновой печи 15 граммов темного шоколада. К растопленному шоколаду добавьте 1 чайную ложку растительного масла без запаха и перемешайте до образования однородной массы. Приложите шоколад в кондитерский или пищевой пакет, сделайте маленький срез уголка и украсьте шоколадом торт сверху. Я сначала рисую шоколадом мелкую сеточку. А затем украшаю сверху и покраю шоколадными капельками. Далее 35 граммов темного шоколада нарезаем небольшой стружкой и обсыпаем шоколадной стружкой бока торта. Торт готов, его можно подавать к столу. Торт невероятно вкусный, очень нежный. Надеюсь, вам и вашим гостям он непременно понравится. Готовьте с удовольствием! Если вам понравился рецепт, тогда делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения!